Художественная выставка «Свет прославления» откроется 21 ноября в день Архистратига Михаила в Свято-Архангелом Михайловском женском монастыре. Экспозиция посвящена 175-летию с момента создания обители. По случаю юбилея состоятся торжества, о чем рассказали на пресс-конференции организаторы. Одесский Свято-Архангелом Михайловский женский монастырь был заложен в Одессе в 1844 году. К его созданию причастны такие знаменитые одесситы, как князь Михаил Воронцов и его супруга Елисавета, графиня Эдлинг, румынский меценат и литератор Струдзе и многие другие именитые и почетные граждане города и его меценаты. Как рассказала на пресс-конференции директор коммунального предприятия Городская художественная галерея Надежда Фомичева, напомним, что галерея расположена на территории монастыря, к 175-летию в стенах обители состоится открытие международной художественной выставки «Свет православия» праздничный концерт. Я думаю, что будет интересно всем увидеть, как сегодня пишут художники, как они отражают в своем творчестве те важные вещи для каждого из нас, над которыми мы часто задумываемся и которые для каждого из нас важны и занимают в жизни у нас большое место. Я прежде всего хочу сказать, что я очень благодарна матушке Серафиме, которая с большим энтузиазмом откликнулась на предложение сделать православный пленер и выставку. Насколько я понимаю, что аналогов таких я не помню, не вижу, что где-то проводилось. Тем более приятно, что мы в этом монастыре, здесь такое благодатное место, намоленное, прекрасное. Нам создали все условия художникам, чтобы мы могли творить, работать. Погода нам только благоприятствовала, шикарные условия и особенно впечатления стали замечательные от этого пленера. Экспозиция «Свет православия» собрана из картин художников одноименного пленера из Украины, Румынии, Литвы, Германии, Белоруссии, Польши и Молдовы. Их работы и после пленера займут места в музее христианской Одессы, который в свою очередь отмечает в этом году 15-летие. «Свет православия» представит также картины из коллекции председателя Белгороднестровского румынского национально-культурного товарищества Виталия Пеньковского. Все проблемы, естественно, происходят в разрыве информации, когда старшие не успевают передать младшим то необходимое, что потом двигает каждым из художников в процессе всей жизни и всего творчества. Поэтому я так думаю, что данная выставка делает очень многое для прогресса, для воспитания молодежи. Празднующий в этом году 15-летие музей христианской Одессы – единственный, посвященный православию на территории бывшего СНГ. Огромную лепту в праздновании 175-летия обители внесла настоятельница святого архангела Михайловского женского монастыря Игумения Серафима, написавшая немало книг, посвященных обители, на протяжении многих лет по крупицам собирающие артефакты и документальные свидетельства истории православной святыни. Большинство же реликвий, фото и других документов требуют реставрации и восстановления. К слову, иконы восстанавливаются у мастерских монастыря. К юбилею 6 декабря будет также открыта выставка, посвященная истории создания и возрождению монастыря.